Городок наш небольшой, но очень уютный. Он приветлив для всех, и гостей, и тех, кто здесь родился. Есть в городе особое место, которое дорого каждому. Сюда приходят люди со своими печалями и радостями, счастьем и горем. Ищут и находят ответы на вопросы души. Это наш храм, наша красавица, церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Трудно представить город без ее облика. Она сердце нашей малой родины. А ведь когда-то здесь ничего не было, лишь леса и поля, озера и реки. Далекие это было времена. Близ города Владимира люди Божий Елисеев и Агнос долгий путь хаживали. Да в местах наших близ тихой речки Шитушки задержались. Толь природа их пленила, то ли что еще, только порешили они монастырь здесь ставить. Застучали топоры, завизжали пилы. Пошла работа нелегкая, но благоугодная. И венец за венцом церковь выселась. И поставили в монастыре церковь деревянную, подобно клете избе русской. А вокруг монастыря люд селиться стал. Стали хлеб сеять, да детей растить. Но с чужбины беда пришла. Напал ворок польский на землю нашу и пожег огнем слободу монастырскую. Все огонь уничтожил дотла. И церковь деревянная в том пожаре сгинула. Да только не пали духом люди русские. И решили они возрождать церковь заново. Но не деревянную решили ставить. И построили они красавицу белокаменную. Словно девица в белых одеждах встала она посреди слободы. Назвали храм в честь покрова Пресвятой Богородицы. Словно просили укрыть покровом Пресвятой Девы от бед и нашествий. Монастырский храм обращен был в приходской. А слобода подмонастырская в село Патриаршее. Названное по храму Покровским. Покровская церковь построена в XVIII веке. Каменный храм Покрова Пресвятой Божьей Матери, находящийся в центре города, возможно в какой-то мере сохранил части стен храма, существовавшего еще до упразднения Антониевой пустыни. То есть до конца XVII века. Симметрично-осевая композиция, сдержанность в декоративном убранстве, строгость и простота, присущие архитектуре храма, являются отличительными чертами стиля классицизма. Здание церкви состоит из четверика, то есть из основного объема с кокошником поверху стен. Имея четырехскатную крышу с пятиглавием, с восточной стороны выступает алтарная часть храма. В 1851 по 1853 года с северной и южной сторон основного объема пристроены два предела. С западной стороны расположена просторная трапезная, которая предназначалась для общественных нужд прихожан. Алтарь и трапезная декорированы треугольными сандриками над окнами. Колокольня возведена в XIX веке и соединена с храмом-притвором. Притвор – входное помещение в храм, которое имеет вход с северной и южной стороны. Белоснежная колокольня стройна и высока. Она состоит из четырех ярусов. Построена в формах классицизма с элементами барокко. Нижний ярус – самый небольшой по высоте. Здесь главный вход в храм. Над входом – кованые полукруглые козырьки. Второй ярус несколько выше первого, но меньше по периметру. Плоскость стены разделяют пилястры. Пилястры – это плоские вертикальные выступы на поверхности стены. В центре верхней части западной стены – круглое окно небольшого размера. С радиально расходящимися лучами переплета рамы. С боковых сторон этого яруса мы видим круглый элемент декора в стиле барокко. Третий ярус еще несколько выше и меньше по периметру, чем второй, и заканчивается треугольными фронтонами. В центре каждой стены третьего яруса имеется арочное окно, расположенное в полукруглой нише стены. Вертикальные пилястры среднего яруса объединены на углах псевдоколонной, скрытой внутри стен. Четвертый ярус – ярус звона, еще более высокий, чем предыдущий. Стены более узкие, с необычными круглыми резонаторами, в тимпанах полуглавий, завершающих грань яруса. В верхней части этого яруса – пилястры, декорированные рельефом в виде креста и цепочки. Порочный период представлен необычной декорировкой барабанов вертикальными фигурными филенками с арочным подвышением. Венчает колокольню купол в виде луковки синего цвета со звездами, что символизирует Рождество Богородицы. На юго-западном углу церковной ограды расположена сторожка, а на северно-западном – крещальня, имеющая сферические покрытия. В центре стены крещальней сторожки находится небольшое окно. Треугольный полуфронтон опирается на широкие лопатки с высокой арочной нишей. Храм имеет ограду с воротами. Довольно низкая решетка состоит из копьевидных прутьев, пересеченных фризом из колец. Храм Покрова Пресвятой Богородицы, словно белый покров, спускающийся с небес, укрывает всех, находящихся под его сенью. И город наш Покров называется именно так в честь Покрова Пресвятой Богородицы. И мы искренне верим, что руки Пресвятой Девы держат Покров над нашим городом. Пресвятой Богородицы Пресвятой Богородицы